С пространственным аспектом разобрались. Давайте посмотрим, что у теории большого взрыва с материальным аспектом. Если рассматривать версию большого взрыва с позиции классической механики, то мы приходим к явному противоречию. Если трактовать большой взрыв как одномоментный сплеск сингулярности, материя образовалась и разлетается, тогда по версии взрыв плюс прямое притяжение наличие имеется всего две силовых динамики. Первая – динамика разлета масс из единого центра. Результат моделирования безальтернативно дает расширяющуюся сферу. И вторая динамика – стягивание масс, сосредоточенных на поверхности разлетающейся сферы в частные центры масс. Обе обозначенные динамики ни по раздельности, ни по совокупности, по версии прямого тяготения, ни при каких обстоятельствах не дают равномерного распределения масс по пространству. То есть нет никакой, даже малейшей теоретической возможности для равномерного распределения вещества во Вселенной. Равномерное поле галактик получить невозможно. То есть Вселенную в том виде, в котором мы ее наблюдаем, большим взрывом получить невозможно в принципе. Подробнее. При разлюте общая динамика формула выражается как единица, деленная на R-квадрат. Результат взрыва – однозначно расширяющаяся сфера. И вся исходная материя находится не где-то там, не приведи где, а именно на поверхности расширяющейся сферы. Предположим, прото-материя разлетается в ненасыщенное пространство. Имеется начальная скорость расширения разлета. То есть в наличии всего две силовых динамики – стартовая разлета и сдерживающая притяжение. Динамика разлета дает сферу. Динамика притяжения вносит два фактора. Замедление разлета – количественно более слабая динамика зависит только от K, деленная на R-квадрат. И нарушение целостности сферы – разрыв ее, как мыльного пузыря. Количественно более сильная динамика зависит от того же K, деленная на R-квадрат. Только при гораздо меньших R. Ни одна из этих динамик не дает тенденции к равномерности распределения массовой силены. Следовательно, в силовом плане равномерное распределение по версии взрыв притяжения невозможно. Нет соответствующего силового фактора. А раз нет силового фактора, значит и невозможно таковое явление, как равномерность на макроуровне. По версии большого взрыва невозможно. А раз версия не дает равномерного распределения, то не минуем лавинообразный процесс. Наш же мир на протяжении держится, по их версии. В природе же мы лавинообразного процесса не наблюдаем. И сфер никаких не наблюдаем. Наоборот, на макроуровне группы галактик. Наблюдается именно равномерность распределения масс в пространстве. А это значит, что версия одиночного большого взрыва по версии притяжения неадекватна. Научных способов нет. Хоть завзрывайся. Это значит, что и по пространственному, и по материальному аспекту большой взрыв полная безмозглость. Исключительно слабоумный продукт, который невозможен физически, не дает Вселенной в известном науке и винии. Далее, версии множественных больших взрывов. Когда у моченых не сошлась теория единого взрыва, единичного взрыва, они начали сочинять версии множественного взрыва. Но версии множественных взрывов, опять же, невозможны сразу по нескольким факторам. Они, опять же, не приводят к равномерному заполнению пространства материи и приводят к обвалу Вселенной в один лавинообразный процесс слабоумения. А также противоречат реликтовым проявлениям. Версия множественных взрывов в линейном выражении соответствует следующей схеме. Если трактовать реликтовое излучение как явление полного цикла обращения материи, то по своим проявлениям реликтовое излучение количественно, недостаточно и даже с большим натягом не может быть следствием большого взрыва. Поскольку реликтовое излучение, рассматриваемое как процесс, сопровождающий зарождение Вселенной, имело бы количественные показатели, несопоставимо превышающие фиксируемые проявления. У нас бы вместо реликтового излучения имели бы место вселенские сотрясения чрезвычайной мощности. В подобной схеме зарождение каждой частной Вселенной приводило бы к разрушительному для соседних Вселенных излучению. А по факту мы фиксируем всего лишь мелкие реликтовые охлопки, которые пристойно вписываются именно в схему излучения, а не в схему взрыва. И слово реликтовый вообще не имеет смысла применять. Какой реликтовый? По всем проявлениям это вполне современный вяло текущий процесс. А вот реликтовые омега-всплески, если бы таковые наблюдались, могли бы свидетельствовать в пользу версии большого взрыва. Но это как ожидать от кирпича квадратных кругов на воде. Представьте себе, что будет с соседними Вселенными, если одна из них рванет в большом взрыве. Соседи сметет. У нас в космосе нет заборов, за которые можно спрятать Вселенные друг от друга. По общему результат, исходя из наблюдаемых проявлений, а именно из равномерности распределения масс в доступной части Вселенной, наиболее вероятным космологическим сценарием является версия кипящих Вселенных, точнее выражаясь одной бескрайней кипящей Вселенной, в которой зарождение и свертывание материи является постоянным, вялопротекающим процессом, которые вполне могут сопровождаться в так называемом реликтовом излучении. Еще раз простыми доступными словами, почему несостоятельны любые версии большого взрыва? Большой взрыв плюс притяжение не дает равномерного распределения вещества на макроуровны. Нет таких сценариев взрыв плюс притяжение, при которых в конечной фазе будет равномерное распределение вещества. Вероятность такового стремится к нулю, по всем без исключения версиям большого взрыва. Сценарий 1. Лавинообразный процесс образования. Ученые, утверждающие обратное, являются бессовестными лжецами, безграмотными чудами, самыми обыкновенными шарлатанами от науки. Может ли однажды быть то, чего не может быть? Не может. Забудьте про теорию большого взрыва. В научном смысле ее нет и никогда не существовало. Она накрылась медным тазом, накрылась ржавой сковородкой. Теория большого взрыва построена вне рамок научного метода с грубейшими нарушениями логики. А теперь внимание! Откровение академика о пространстве. Это не просто там хипстер-заваленки. Это Валерий Рубаков, академик РАН, член комиссии по борьбе со лженаукой. Тот, кто должен реально бороться со лженаукой. А в реальности он сам эту лженауку пропагандирует. Это как если бы мышь поставили сторожить сыр. Сейчас академик Рубаков коротко и ясно поведает нам о растяжении нихрены. Приятного просмотра! Что это за стадия такая? Она должна была очень необычными свойствами. Вам нужно сильно растянуть пространство. Вам нужно сильно растянуть пространство. Вам нужно сильно растянуть пространство. Чтобы у вас неоднородности мелкомасштабные стали получили огромный размер. Стали неоднородностями огромного размера. Отдельно стоит прокомментировать версии ускоренного разлета Вселенной. Изначально само слово сочетание «разлет Вселенной» безграмотно. Корректно говорить о разлете наблюдаемой части Вселенной. Это принципиально разные вещи. Если мы надули шарик, то это не означает, что надулась Вселенная. Итак, смотрим детали. Вот взорвалось. Разлетаемся мы в бескрайние просторы. То, откуда мы разлетаемся, называется единый центр масс. Мы же все оттуда стартанули. И силы никто не отменял. И по Ньютону это силы притяжения. Согласно силам, нас всех должно в этот общий центр масс возвращать и возвращать с ускорением. То есть, согласно закону физики, мы должны всей Вселенной не разлетаться ускоренно, а как минимум ускоренно тормозиться и падать обратно в центр масс. Давайте насладимся физической красотой момента на доходчивых примерах. Воспользуемся батутом. Пусть Земля в нашем примере будет центром масс, той точкой, откуда рванулась сингулярность и материя разлетелась. А дежурный академик будет частью той материи, которая разлетается по версии Большого Взрыва. Давайте запустим академика от Земли. Пусть академик хорошенько так на батуте подпрыгнет. Есть ли у академика хоть какая-то возможность улететь от Земли, от батута, ускоренно? Вот он оттолкнулся, подлетает и набирает скорость, улетает в космос дальний. Каково? На данном графике, зависимость силы от расстояния, мы наглядно видим, что как бы далеко академик не подпрыгивал, возвращающая сила хоть и будет уменьшаться с расстоянием, но не станет меньше нуля. И в любом случае академик от Земли не ускорится. Даже если он будет дрыгать ножками и ручками, он не сможет ускориться от Земли. Аналогично, ни одна масса во Вселенной не смогла бы ускоренно удаляться от единого центра массы. Так что по результатам проверки на логичность современных космологических воззрений, мы получаем, что каждая молекула Большого Взрыва успешно распадается на атомы маразма с обеимым выделением изотопов мыслительной кураги. Субтитры создавал DimaTorzok